всем привет друзья с вами я лысая башка да пирожка спонсор нам тут заслал кое чё посмотрим та вещь которая здесь лежит у меня к этим вещам слабость есть у меня некая слабость я очень люблю эти вещи особенно верхней и так что у нас а у нас тут жилетка вот компании раньше они назывались горка рф сейчас они называются экипирус рф что-то экипирус греческая египетская какой-то ну уж пусть будет экипировка рф не знаю так жилетки мы еще вернемся но жилетки это моя слабость я очень люблю жилетки так это я заказал себе значит тут у нас балаклава такая легкая летняя скажем раннее осень балаклава сейчас плотная больше подходит выглядит вот так ничего прикольно такая балаклава цена какие-то копейки летняя вполне себе гологлава легенькая хбшечка шапчонку себе еще у них прикупил так как знаете но я больше покупал на вот сейчас на подводной охоте когда и возвращаешься мокрой головой сразу тянул чтобы уши были плотно закрыты шапчонка выглядит вот так вот но я думаю на охоте вот на этих выходных я ее протестю ничего так флис телу приятен тут затяжка есть удобная шапку флис вообще шапки тепленькие не так то вот сейчас как раз тоже вот такая средняя погода такая шапчонка для подводной охоты после возвращаться на этой неделе не знаю подводной охоты мне не получится вот на засидочки протестируем ее такая то это искупленного а вот теперь из того что прислали на так скажем обзоры на тест больше на тест жилет камуфлированный шуршит но они сразу предупредили что шуршащий такой ну это знаете лодка охота такая не засидочная больше ходовая на ходовой охоте все равно ты идешь идеально тихо ты не ходишь шуршишь такая утепленная плотненькая жилеточка хорошая вещь по размеру я ее сразу сказал на верхнюю одежду лишь высылать так на горку как наверху не на зимнюю потому что вещь такая не зимние а вот бродить ходить сверху костюма горки того же одеть ткань плотная не знаю что это какой-то что это такое из ништяков карманы довольно таки большие вместительные и здесь большой плюс вот допустим сейчас загоны быстрые проходят без снега такой патронташек внутри в одном карманчике у нас получается на 7 патронов или вот допустим сейчас еще не сильно холодно на засидочку на того же бобра опять же шуршащий конечно на бобра рукавов принципе нету попробую чем черт не шутит вот такой вот же летом сами сможете выглядит в принципе неплохо вот чисто для ходовки выхода гороходы с подхода охотиться уток вот так вот протестируем шевченко вот такой коротенький обзорчик жилетки мне нравится еще раз повторяюсь вы уж извините что я там наехал с названием ну мое мнение такое вы уж извините нравится вам быть экипирусом пусть будет экипирус пока буду говорить так как просит говорить спонсор экипирус так экипирус кстати вот еще хочу выдвинуть раз предложение а почему бы вам не сшить не сделать кстати возьмите на заметку разработайте хорошую идею сейчас вам подам эээ одежду для подводных охотников как одежду вот в гидрокостюмах кто возвращается или домой сейчас некоторые просто я вот допустим сейчас если здесь в городе выезжаю на подводную охоту эээ я одеваюсь дома в машине кожа в принципе ну мне не страшно но так вот из такого вот материала сшить костюм знаете как он должен примерно выглядеть во первых он должен быть на размер больше если человек его будет заказывать и знаете как вот эээ футбольные ээ порно болельщики там выбегают в себя одежду быстро срывают и голый по стадиону ааааа это должно как то так выглядеть то есть должна быть молния одна на штанах также чтобы ты быстро расстегнул и скинул допустим ты понырял эээ я так смотрю это вещь такая ветра защищенная будет она плотная вставок в принципе никаких не надо но можно в верхней части то чтобы ты вылез из воды допустим в лодку ты это все на себя быстро делал застегнул быстро не возясь раз 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 застегнулся и все ты поехал домой тебя не продувает и согреваешься потому что гидрокостюм он как бы под водой тебя греет но когда ты вылазишь наверх на ветерок пять десять минут ну тебя довольно таки хорошо продувает поэтому можно рассмотреть какой-то легкий такой костюм быстро съемный там пусть это молнии штаны будут на молнии раз раз застегнул для подводных охотников в принципе от себя подачу я сделаю подводные охотники меня тоже смотрят но это как вариант на рассмотрение еще можно сделать засидочные мешки то есть как это должно выглядеть это мешок в который ты залезешь примерно вот посуда должен быть здесь он должен будет затянуться без ног это как спальный мешок то есть ты пришел он должен быть легкий типа палатки свернул чехольчик пришел ты на засидку развернул его но это в морозы актуально больше ты его развернул в него залез вместе с сапогами здесь затянулся может быть даже какая-то лянка одна пусть она будет одна как у Карлсона ну без кнопки то есть на ту на ту ногу перекинул какой-то кармашек небольшой по четыре патроночка четыре пять там ну сделай стандартно пять пять шесть патронов застегиваешь здесь муфта для рук обязательно пусть она будет пусть он будет стоить две тысячи две две с половиной тысячи на синтепоне к ногам здесь как бы синтепона меньше а вот к ногам его надо сделать побольше вставка снизу какая-нибудь прочная там я не знаю кевлар там или кожзам какой-нибудь потому что ну где вот ты ногами встаешь потому что встанешь куда-то и оденешь вот там чтоб не трепалось ну как же молния до половины там я не знаю до можно до колен молнию сделать от колена и вот до груди чтоб она его застегилась вот такой какой-то засидочный мешок я вижу ну это из раз предложений рассмотрите ради бога нет нет но все вот такой вот жилетик заслал мне магазин экипирус РФ на этих выходных я надену его сверху на костюм горка и покатаюсь посмотрю как он продувается не продувается по мне так вещь довольно таки симпатичная из минусов шумная но я сразу был предупрежден об этом что вещь как бы для рыбалки для ходовой охоты будет из-за того что шуршит в принципе сейчас знаете сейчас все посмотришь костюмы наши там хольстер еще кто-то шьет зайдешь и потрогаешь но они все из этого материала наверно какая-то наша обиходная ткань российская но зато не будет ни колючек ничего так внутренние карманы не посмотрел внутренние карманы внутренние карманов нет да они ни к чему здесь в принципе я не знаю может патроны в кинок есть или вот куда-то на стрельбище уехать тоже очень удобно такая жилеточка не теснит тебя ничего и более-менее торс грудина вся защищена от ветра самое главное а руки свободы ну все надеюсь был полезен всем пока я не знаю пока я не знаю это это Продолжение следует...